Музыка Переходим к прениям, поскольку повестка сегодняшняя исчерпана. Слово предоставляет согласно записавшимся по списку Денисову Дмитрию Олеговичу. Три минуты регламента. Три минуты регламента. Товарищи, я написал свое выступление буквально на коленке, потому что я не услышал электро вещей. Товарищи, лет назад свершилась Великая Революция. И народ скинул со своей шеи власть помещиков и капиталистов, учредил советскую власть трудящихся, создал нашу советскую социалистическую родину. И вот уже 25 лет наша родина находится под ервом новых капиталистов, новых господ буржуев. И тема моего выступления такая. Некоторые особенности современной революционной борьбы в пропаганде и агитации. Ну, если на минуту задержусь уж, значит, нынешний капитализм более развит, чем капитализм времен царизма, хотя и имеет много общего с ним. И естественно, что возникает необходимость вести борьбу не только с самим капитализмом, но и с пособниками капитализма, с пособниками буржуазии. И среди этих пособников капитализма, пособников буржуазии наиболее активным, злейшим врагом является религия дурман, невежество и враговесие. И поэтому одной из главных задач революционной борьбы в современных условиях для разоблачения буржуазной и антисоветской лжи является, это факт, является атеистическая и материалистическая пропаганда, разоблачающая религию. Как и во времена самодержавной деспотии, так и в нынешние времена, церковь является главной, одной из главнейших опор буржуазии и капитализма. И, значит, деятельность церкви заключается в том, что она помогает капиталистам закабалять, порабощать и грабить трудящихся. За ОРПЦ преднамеренно и насильственно насаждают невежество и покорность населения буржуазовому режиму. Так было до революции, так есть и ныне. Церковь, как и буржуазия, оказалась злейшим врагом трудящихся. Это факт, и отрицать это мы не можем. И нельзя столь благодушно относиться к засилью религиозного невежества. Церковь и религия есть опора диктатуры буржуазии. И пользуются полной поддержкой буржуазного государства. Это тоже есть банк. И надо признать, что наши возможности на данном историческом этапе ограничены тем, что мы не имеем государственной власти. Нас попросту власть не пускает в школы, в вузы. Мы не можем столь активно вести разъяснительную пропагандистскую работу среди молодежи, как это было в советские годы. Вот об этой теме почему-то сегодня не сказали, пришлось мне. И мы, разумеется, по максимуму используем все возможности, которые у нас имеются. Ну, об этих возможностях вы все знаете. И одной из основных, значит, поэтому основой для атеистической пропаганды на современном этапе является разоблачение лицемерия, лжи и фарисейства религии. Это есть факт. И об этом забывать нельзя. Поскольку удар по религии, есть удар по подпорке власти буржуазии. Надо понимать, что пособники буржуазии, господа оппортунисты, социал-демократы, минута. Надо понимать, что пособники буржуазии активно... Пусть еще минуту, допускай еще минуту. Минуту. Не осталось полторы страниц. Ну, пусть сейчас скажет. Значит, пособники буржуазии, господа оппортунисты, социал-демократы, активно пособничают в распространении религии и невежества среди населения. Буржуазия, наш классовый враг, весьма заинтересована в насаждении дурмана религии, а значит, необходимо разоблачать религию как активного пособника буржуазии в деле закабаления и ограбления трудящихся. Тем более, что и великий вождь пролетарской революции, товарищ Ленин, неоднократно указывал на необходимость атеистической пропаганды и борьбы с религиозным невежеством населения. К сожалению, это религиозное невежество сейчас очень сильно. И бороться с этим необходимо. И вот, к сожалению, не все это понимают. Ну, благодарю, что выслушали. Товарищи, я хочу заметить, что те, кто хотел выступить с докладами, подали, соответственно, заявки, темы, и эти темы были утверждены. Сейчас мы выступаем в пленях по существу, по теме конференции и по тем докладам, которые прозвучали. Прошу не отклоняться от темы. Ну, и хотел бы добавить, что как в свое время антиалкогольная пропаганда после просмотра некоторых антиалкогольных передач хочется выпить, то не надо делать такие доклады, что после этого хотелось пойти в церковь. Здесь нет, никто в церковь не пойдет. Следующее. Я видел, как секретарь хвистился. Так, товарищи, следующий записался товарищ Севильянец, кандидат в МКРП. Пожалуйста, придержитесь рекламы. Дорогие, на сегодняшний день какое соотношение экономических стачек и политических в стране? Рабочие вам тут пытали, хотели, чтобы советы на предприятиях создавали. Рабочие уверены, что нет вообще стачек в стране. В этом же уверены представители партии РКРП. На сегодняшний день в стране 380 стачек политических, 280 стачек экономических. Вместе это 700 стачек за только два квартала 2017 года. А если прибавить еще третий, четвертый квартал, который никуда не денется, сколько стачек сейчас в стране? Другое дело, что в официальной печати их пять. Потому что для официальных данных Росстата используются там критерии, что назвать стачек, и они просто не имеют права называться стачкой-забастовкой. Но они есть. А имеют ли право члены оппозиционных политических партий не знать о том, что они есть, в отличие от официальных данных статистики? Вот так они есть. Все дело в том, что нет организатора этих политических стачек. И РКРП и РПР могли бы стать организаторами этих имеющихся политических стачек и, наконец-то, перейти от слов к делу. Напомню, что в это время вот такую листовку можно было бы раздавать на предприятиях, но обе партии, и РКРП, и РПР, открестились от этой листовки и даже не стали ее рассматривать, я не буду назвать фамилии. Как РПР и РКРП могут стать организаторами? Постыдный факт, что партия РКРП в недавнем съезде ленинскую формулу трех компонентов агитация, пропаганда и организация сократила до двух. Агитация, пропаганда, а затем троеточие. Организации нет. 23 года после переворота в стране нет организации протестного движения, рабочего движения, всероссийской политической стачки, которая должна была быть на следующий же день, после 4 октября 1993 года, или 19 августа она была недоделана. Вот эта слабость руководства ДКЧП, вы могли бы стать уже прозревшим и посильневшим руководством ДКЧП, которая на новом уровне организует народ. Идея стачки не так страшна, это просто не выход на работу. Теперь представим, что руководство РКРП РКРП исправил. И так представим, что оно исправилось, и стало организующим началом этих экономических и политических выступлений. Оно выразилось. В чем это выразилось? Организационная работа практически не поставлена. Ее просто нужно практически поставить, как это было у Пору Ленина, когда каждое совещание и конференция заканчивались практическими резолюциями. И тогда каждый коммунист, лозунг, один коммунист, одно предприятие, один связист. Все те, кто стоят на 20 предприятиях всего в РКРП, а в РКРП 258 членов, члены партии РПРП, могут вместе соединить и каждого коммуниста, послать на проходную. Не надо обязательно настаивать на том, что они должны работать внутри. И это уже один связист, одно предприятие. Ты кого привел в партию? Я привел в свое предприятие. 12 раз можно... Теперь представим, что на 4 октября назначена эта всероссийская политическая стачка. У нас имеется возможность 12 раз в понедельник, среда и пятница появившись в проходной передать рабочим о том, что эта всероссийская политическая стачка будет результативнее и безопаснее, чем стачки на отдельных предприятиях. Защищеннее каждый человек в процессе всеобщей политической стачки, а она достигает наибольших результатов. И сделав это, есть возможность... Да. Простите, можно я напомню только ленинские слова на полминуты? По теме, по теме как-то? Да, по теме. Выступал рабочий Шилов, я ему как бы оппонирую. По теме. Я напомню, ленинские слова этого времени. Четыре маленькие цитаты, полминуты. Колеблющиеся могут победить, только перестав колебаться сами. Ну, колеблющиеся могут... А победить колеблющихся можно только перестав колебаться сами. Перестанет же колебаться. Второе. Что стачки отдельные должны... Должны... Ну, просто требуют всеобщее выступление. Это слова Ленина. Когда же мы, наконец, этим всеобщим выступлением закончим эти единичные политические статки. Это 34-й дом Ленина. Я могу назвать страницей. Третья цитата. Что апатия, неотзывчивость рабочих, которые не хотят выступать, потому что надоели резолюции, митинги, потому что не готовы руководители. Большое спасибо за выступление. Да. И последнее. Самое последнее. Коммунистам, сказал Ленин, в 34-м доме, идти на заводы, на фабрики, в казармы. Когда же мы туда пойдем? Пригодите. Субтитры представляю. Товарищи Огородниковым. Извините, товарищи, я начатую, узловирую, так сказать. Ну, я... Несколько маленьких комментариев. Вот, Томилович меня, так сказать, пробудила к некоторым комментариям. Она затронула столько интересных моментов. И, в частности, вот, особое внимание она видела к тому, что мы как-то вот о государственной собственности, о государстве, о роли социалистического государства ничем не говорили. Я не о государственной собственности вообще, я о собственности. да? Вот, заметьте, действительно, колоссальная роль была нашего социалистического государства. И именно наше государство было владельцем вот этой самой собственности. Не частной, а общественной и даже общенародной. Именно через это государство формировались общественные фонды потребления, за счет которых мы бесплатно учились, да? И бесплатно медицинское обслуживание фактически бесплатное у нас были и медицинское, и обслуживание, безусловно. И даже ездили мы в лагеря, конечно, и так далее. Так вот, вот смотрите, это все прекрасно наши классовые противники прекрасно понимают. Вы знаете, вот что началось с момента перелома вот этого, да? Контрреволюции. Удар был всего по государственной собственности, да? Еще социалистической. Началась приватизация. Мы, так сказать, мы, но они достигли здесь таких успехов, что сейчас я цифры не буду называть точные, да? У меня нет, но есть вот качественного уровня. Приватизировал у нас крупные собственности, промышленные собственности. в гораздо большем масштабе, нежели чем в любом развитом нынешнем капиталистическом государстве. И вот я был на международном конгрессе экономическом здесь, в Ленинграде, в Санкт-Петербурге назывался, 27 марта проходил. И вот интересный момент. Выступает Джордж, Джеймс Виноват Гелбридт, сын Джорджа Гелбридта, одного из ведущих экономистов Запада, когда он был, основатель вот этого концепции индустриального, постиндустриального общества, зачинателя этой концепции. И понимаете, выступает сын профессор, если я не ошибаюсь, Чикагского университета, вот, ну уж совсем не пролетарий, не по происхождению, и он говорит, что главная наша беда мировая, говорили о глобальной экономике, о кризисе глобальной экономики. И это интерпретировал в своем выступлении там как кризис капитализма, так как кристической стереи. Он говорит, в чем основание кризиса? В том, что мы из экономики должны изгнать, вот, цитирую буквально, вот я слушаю этот перевод точно, слово-слово, из экономики мировой жирных котов это во-первых банковский ростовсический капитал, да, и второе, вот этих монополистов, как бы называем олигархами, да, надо их знать, потому что олигархи, они действуют не в отношении национальных интересов, в отношении собственных, частных интересов, банки, они только гоняют, так сказать, воздух туда-сюда, сейчас, вы же знаете, деньги-то уже вообще вот такие, электронные, начинают весить больше бумажных денег, да, и металлических, и вот они и подрывают экономику, фактически, это профессор Чикарского университета призвал к революции, потому что каким образом, значит, надо экспреперировать частную собственную шкрупную, и уничтожить банки, два, это задача революции, все сами, вот, значит, я думаю, что мы задачи-то свои, помните, что должны с этим связаться, а вот каким путем мы должны идти, как, можно ли это до революции постепенно производить, или это после революции, власти, владения не случайно одного корня в разных языках, да, если нет у тебя владений, то нет и власти, вот у нас, чем больше у нас манипулист, да, тем он больше власти реально обладает, политической власти, и он управляет, там, все эти наши верхушки, которые мы по телевизору видим, мы знаем, что это марионетки, все марионетки, начиная с президента страны, вот, а управа это легали, чем выше, тем богаче, тем вот связь с собственностью, так что вот надо решать вопрос о том, как нам вновь экспрекриировать экспрекриаторов, вот это задача нашей революции, уже не прошлой, а будущей, спасибо. Продолжение следует... И здесь надо, во-первых, сказать, что вот это разделение на экономическую и политическую борьбу, оно во многом звучит надуманно и искусственно. Политика — это концентрированное выражение экономики. Конечная цель борьбы рабочего краса — это уничтожение краса, покровения бескрасного общества, коммунизма. И потому это требование, оно с одной стороны, может, с качества и политическое, но и в том смысле, что политика — это, сейчас еще раз, концентрированное выражение экономики. И требование как раз ведет к борьбе, к улучшению своего экономического поражения. И революция, с которой многие любят произносить революция, революция – это средство для достижения этой цели. Если такой цели перед собой не ставить, то тогда революция – это будет Майдан, это будет фашистский переворот, все что угодно. И коммунисты, как дурачки, будут здесь бежать сзади, за этими революционерами, якобы. Это первое. Второе, значит, что все-таки делать? Начинать борьбу за экономические требования. Что это значит? Это значит учиться составлять колдоговор на предприятиях. В борьбе за колдоговор создается профсоюз вокруг борьбы за колдоговор. Вокруг профсоюза собираются люди, они ведут коллективный трудовой спор, доводятся до забастовки. Создается стачком, а стачком – это не то же самое, что правком. С дачком объединяются. Вначале вокруг территории, потом по обрастям создают обрастные советы. Обрастные советы посырают представителей на съезд Совета Всероссийский. И создается таким образом ситуация двоеврастия в стране. Промега разрешение этой ситуации. Врасть переходит к Советам тем или иным способом. И после этого уже начинается строительство социализма. И здесь надо все-таки опять же четко видеть конечную цель рабочего краса. Без этого на шею усядутся люди за стадами и с большими паркбилетами. Больше, чем у нас у всех вместе взятых. Самые яростные, самые твердые, самые кристальные коммунисты, которым только руководители. Ну и что здесь надо сказать? Кто организовал политическую ставку в 2005 году? Можете сказать? Рабочие. Какие рабочие? Рабочие прямо в цепи саморганизовались. По всей России. Большевики. Нет. Откуда сведения? Ее устраивали хозяева предприятий. Ее устраивала буржуазия варяется самодержавием. Потому что свержение самодержавия отвечало интересам буржуазии. В рамках буржуазной революции. Не очень-то получилось бы у большевиков по всей России, с их численностью тогдашней, замутить всероссийскую стачку. Не очень-то плохо. Но если есть у кого другие факты четкие, вы видите, я вот такие факты знаю. Значит, и стачка политическая. Ну, это различие между экономической и политической стачкой, оно весьма условно. И вот вне этого пути, который есть, мы, к сожалению, никуда не придем. Спасибо. Спасибо большое, Иван Михайлович. Особенно за то, что придерживался рекламента. Слово предоставляется товарищу Худовиченко. Здравствуйте. Меня зовут Марат Михайловиченко. Я предпринимаю работу вступного думала. Первое, что я хочу сказать, я считаю, что революция СССР – это величайшее достижение в истории человечества. Ни до, ни на текущий момент ничего подобного в принципе не было. В чем отличие принципиальное СССР и большевиков от всего того, что творилось до них, вокруг них во время и творится сейчас? Отличие одно принципиальное. Попытались перейти от биологической или биологическо-социальной эволюции, эволюции животных, к эволюции разумной, проектируемой. Разум – это сознательное проектирование будущего и достижение этого результата. Мы это делали первый раз. Естественно, первым блинкомом, и поэтому мы наваляли кучу ошибок. И поэтому я вижу, главная задача – это извлечение ошибок из нашего предыдущего урока. Для того, чтобы… да, извлечение уроков. Для того, чтобы потом пойти дальше. В этом же направлении. Почему? Потому что эволюция так устроена, что биомасса, она усложняется сама по себе. Социум тоже усложняется сам по себе. И человек тоже должен развиваться. Так устроен мир. Иначе он перестанет существовать, как перестали существовать динозавры. Хотим жить в будущем – должны развиваться. В связи с этим у меня предложение, возвращаясь к стиле конференции и конференции самой, интенсифицировать работу по развитию и по обучению людей. Потому что если будут делаться стачки, если будут делаться куча призывов к стачкам на неподготовленную почву, мы получим увеличение посадок в тюрьму, причем самых активных и самых лучших наших людей. Мы получим обезглавливание, самообезглавливание нашего движения. Поэтому нужно сначала образовать. Что произошло с 1905 года по 1917? Произошло обучение, причем на практике, и образование рабочих классов, тех, которые нам нужны, пролетариата. Поэтому я сейчас вижу основную задачу этой конференции и последующей – это обучение и развитие людей. Тем более сейчас есть интернет, есть куча других возможностей. Вот такое предложение. Спасибо. Товарищи, слово для выступления в премии представляется Кузнецову, член рабочей партии. В 20-й век был веком триумфа коммунизма и временного поражения. Какой можно извлечь уроки из этого? Можно сегодня с точностью сказать, что это не было какая-то случайность, поражение, а хорошо спланированная акция мировой буржуазии против рабочего и мирового рабочего класса. В чем же это выражалось? Слов Марксина. То, что люди не читали Ленина даже одного дома, это было очень даже невидкие тут товарищи, которые прекрасно знали. В дальнейшем эти люди, сегодня можно посмотреть, которые люди, герои Советского Союза, регалии, бывшие крупные партии работники, успешно сотрудничают с классом буржуазии. Сидят во всевозможных администрациях, в Советах ветеранов, служат сегодня в буржуазном режиме и прекрасно забыли, какому классу они давали клятву, рабочего класса. Сегодня не будет скоро буржуазии. Главная сегодня задача – это осваивать основу марксизма. Чтобы пойти к рабочему классу, надо значимо сказать, что правильно сказать. И чтобы такие понятия, как для партнерабодников, чтобы класс, государство, общество были понятны, и чтобы не было наглазно понять общенародное государство, что такое понятие партии, и этих людей нельзя было предать. Как говорят бывшие партнеры, нас пишут. Потому что они были привычки безграмотные, и наша задача, чтобы прийти к рабочему классу с твердыми знаниями в области марксизма. Читать Ленина, осваивать даже только потом, заниматься арминзацией стачек и, конечно, революции. Самим быть сначала убежденным марксистами. АПЛОДИСМЕНТЫ Формой диктатуры правитариата является форма Совета. И также он показал, что и отходы до способа построения этой формы также ведут неудачи. Неудачи, которые одержало временное поражение Советский Союз в этой борьбе и интересы рабочего класса были отодвинуты на второй план, и произошла контрреволюция. Формой диктатуры правитариата. Они должны быть усвоены, изучены, как и марксизм, основные положения марксизма. И марксизм – это наука, и поэтому без точного знания этой науки вам не построить здание такое надежное, которое будет несокрушимо. И именно соединение рабочего движения с идеями Макса, Энгельса, Ленина и строения Советов у нас необходимо это все учесть. В дальнейшей нашей борьбе за дело рабочего класса и построение нового, улучшенного, с учетом ошибок и несокрушенного здания. И ничем не терять и никогда в этом бдительность, что коммунизм уже наступил, у нас всегда окончательно и бесповоротность. Борьба эта никогда не прекратится. Спасибо. Дорогие товарищи, перед заключительным словом наступает Семенович Борисович. Я хотел бы заметить, что, конечно, предательство для пушки коммунистической партии оказало большое влияние на рабочие классики. И то, что сегодня рабочие не отвлекаются на нашу пропаганду, потому что китайцы пока это не дадо назвать, но во многом связано с тем, что рабочие не хотят, чтобы на их горбу опять люди, которые подстранили от власти, где ходят в эту власть, опять продолжили их эксплуатировать. Не хотят, так сказать, смены одной буржуазии на другую. Мы не зовем никого к немедленным забастовкам. И неправильно требуется того, чтобы рабочие вот сейчас вышли, или не вышли на работу, наоборот, забастовали. Потому что забастовка – это тяжелое испытание для рабочих. И мы знаем, что отдавались они очень нелегко. Это прямые потери от отсутствия зарплаты. И мы знаем, что раньше, так сказать, борьба была очень жесткой с забастовщиками. Вместе с закрытием предприятий локаута сейчас это запрещено. И полное увольнение всех рабочих. Поэтому забастовки, прежде всего, провоцируются буржуазией, когда она усиливает свой гнет, когда снижаются расценки, когда растет дороговизна, когда, так сказать, штрафами давят и так далее. Когда рабочих не считают за людей. Вот что приводит к забастовкам. И вот с чего начинается забастовочная борьба. Забастовку невозможно инициировать снаружи. Она идет изнутри предприятия. Поэтому совершенно справедливо, что успех борьбы зависит от того, будут ли коммунисты рабочие непосредственно на предприятии. Оттуда поднимается борьба. И, конечно, говорить о введении рабочего контроля, о введении управления предприятием в условиях капитализма невозможно. Это может сделать только государственная диктатура пролетариата. Которая одно может организовать по-новому работу всего народного хозяйства. Потому что мы знаем, что в первые годы, в первые месяцы, скажем так, после революции просто закрывались предприятия. В силу того, что работодатель своей функции, так сказать, отстранялся от своей функции, ну, владелец предприятия. А рабочие сами не могли организовать. С ними никто не вел переговоры, банки, так сказать, не участвовали в работе и так далее. И мы знаем, что пришлось притормозить национализацию. Как говорил Владимир Ильич, что мы, так сказать, взяли больше, чем можем управлять. И не случайно была введена, так называемая, новая экономическая политика. Поэтому национализация тоже должна идти таким образом, чтобы не разрушить существующее хозяйство. Ну и, наконец, мы должны помнить о том, использовать это в нашей диктации, что так называемое человеческое лицо капитализма, которое мы сейчас видим уже совершенно нечеловеческое, оно не является каким-то подарком со стороны капитализма, оно не является следствием естественного развития, как говорят. Если бы не было революции, коммунизм бы, капитализм бы развивался, и все те блага, которыми сейчас пользуются, трудящиеся, допустим, в развитых капиталистических странах, они бы сами собой у них и появились. Ничего подобного. Это было следствием ожесточенной борьбы рабочего класса. И это было в том числе и следствием того, что победила рабочая класса. В октябрьской социалистической революции и все те завоевания, которые были, это и 8-часовый рабочий день, и бесплатное образование, здравоохранение и так далее. Это все вынуждены были капиталисты вводить в ответ на те изменения, которые были в СССР. Ну и, наконец, мы не должны забывать и говорили об этом. Действительно, что революция может иметь только мировой характер. И мы знаем, что произошел одновременный отказ от диктатуры пролетариата, введение доктрины, так называемого, народного государства. А во внешней политике это политика мирного сосуществования. Это тоже, так сказать, уловка, по сути дела, оппортунистическая, которая направлена на то, чтобы задавить революционное движение в капиталистических странах. Мы об этом должны помнить и учитывать это в нашей дальнейшей борьбе. Это я не знаю. Спасибо, товарищи. Для заключительного слова комитета приглашается Калюнов Александр Сергеевич. Ну что ж, дорогие товарищи, мы программу конференции выполнили. Мне кажется, что выполнили довольно успешно. Теперь, что касается подготовительной группы, которая готовила аудиторию, чай, она вообще выше всяких похвал. Даже для меня это было неожиданно приятно. Поэтому я думаю, что мы сделали хорошее дело. Сами пообсуждали, углубились, познакомились с взглядами других. Значит, сами выступили, свои взгляды, навели засветение товарищей. Поэтому я думаю, что определенная такая польза здесь, теоретическая и практическая, а в нашей конференции будет. Оргкомитет задумывался, чтобы польза была и такая более широкая, и практическая, поэтому подготовил рекомендации конференции. Некоторые товарищи познакомились еще раньше с ними, некоторые, значит, вот здесь сегодня. Это рекомендации, а не какие-то постановления или решения. В основном они сделаны по тем материалам, которые были присланы на конференцию заранее. Поэтому я думаю, что их вполне можно принять. Хотя допускаю, что у некоторых есть какие-то поправки, предложения. Пожалуйста, если такие есть, назовите. Если нет, то я думаю, что можно их вполне принять, чтобы вот в том сборнике, который я сделаю, мы сделаем, вот видите, сделаем по итогам конференции, эти рекомендации я вам опубликовал. Нету противомней. Вот она же у вас окреначальная в рабочем. Да, если у кого-то есть замечательные, пожалуйста, по электронной почте пришлите. Тогда кто за то, чтобы принять эти рекомендации? Значит, прошу проголосовать. Нет, были же альтернативные. Кто против? Мало бы вы не упоминаете. Это вы в оргкомитет посылали, мы их в оргкомитете рассмотрели и поняли, что оргкомитет предлагает вот эти рекомендации. Не прошло. Ну как вы там протоколы? Большинство не прошло. Большинство не прошло. Большинство не прошло. Сколько из вас в оргкомитете рассолали? Ладно, не будет с вами посылать. Я буду с вами в оргкомитете. На этом, дорогие товарищи, большое спасибо вам. И я думаю, что эта конференция не последняя, поэтому будем готовиться к следующему. Спасибо. Спасибо. Спасибо.